всем привет рада вас видеть на своем канале давненько я не снимала влогов села за руль и сразу об этом вспомнила подумала о том что надо бы записать какой-то влог для своего видеоканала хотя моя дочь говорит что влоги о повседневной жизни они не очень интересны ей больше нравятся влоги с путешествиями но так как пока все еще мы в таллине пока еще не путешествуем пока еще никуда не выехали строим только планы на рождество рождественскую предновогоднюю неделю но хочется влог какой-то снять я сейчас еду таллинский технический университет проводить вместо юрий контрольную работу там немного приболел поэтому я сейчас еду работать с его студентами покажу вам технический университет как он выглядит покажу аудиторию в которой я буду работать со студентами это технический университет он на самом деле невероятно огромный для меня это полный лабиринт там так много корпусов этажей коридоров там так легко заблудиться и честно говоря для меня даже название аудитории номера аудитории даже даже они для меня очень какие-то сложные для понимания вот это большое здание здесь справа это есть технический университет я проеду чуть дальше потому что я не с главного входа буду заходить но вот это вот вот это вот все что вы видите сейчас все что мы проезжаем это все есть технический университет вот здесь главный вход а мы проезжаем дальше вот это тоже все тянется и это не один корпус он уходит и дальше а я заезжаю на парковку и зайду не совсем с главного входа вот видите это все корпуса технического университета здесь тянутся у нас электронная система поднятия шлагбаумов. Оу, я даже справилась. Поехали. Сейчас припаркуемся и пойдем в технический университет. Так, ну что, выходим, берем сумку и за мной вперед. Вот сюда я заехала и вот между двумя этими корпусами припарковалась. Ну вот, поблуждайте со мной по коридорам. Так, я в лифте. Сейчас поднимаюсь сначала в кабинет Юрия для того, чтобы распечатать работу студентов, работа для студентов, а затем уже в аудиторию. Ну вот это кабинет Юрии. Так, вот такая пачка работ. Теперь я иду искать свою аудиторию. Вот аудитория, которая мне нужна, и вот ее номер. Вот он вот такой. Вот такой длинный номер. Вот такой закрученный. Вот в этой большой аудитории студенты будут писать контрольную работу. Ух, два часа прошли, контрольная закончилась. Студенты разошлись. Я успела по окончанию контрольной даже запустить трансляцию в Перископе, чтобы сделать анонс о сегодняшней нашей встрече. Невероятно рада, что я это успела. Так, ну что, а теперь пойдем дальше. И вы со мной. Теперь к машине и еду дальше. Так, ну что ж, я уже в машине. И теперь знаете, куда мы поедем? Какая у нас следующая остановка? Магазин. Следующая остановка – магазин. Все очень прозаично. Сейчас мы заедем в магазин и тогда уже домой. А в магазин, знаете, какой я поеду? Я поеду в магазин, где есть кассы самообслуживания. Я все время стараюсь выбирать такие магазины, где можно самому себя обслужить, покидать товар, самому расплатиться на кассе, самому все просканировать и поехать по своим делам. Очень удобно, мне очень нравится. И, кстати, я замечаю, что по времени намного быстрее ты сам себя обслуживаешь, чем, например, если ты стоишь в очереди, где обслуживает тебя продавец. Причем даже если очередь на кассы самообслуживания длиннее. Кстати, сегодня я запустила трансляцию в Перископ, чтобы сделать анонс для участников флешмоба о том, во сколько мы сегодня с ними встретимся и по какой теме у нас сегодня будет посвящена трансляция, заключительная причем, и впервые попался на этой трансляции тролль. Невероятно удивительно, потому что я только недавно думала о том, что я уже сделала 39 трансляций, это была сороковая, и за это время ни одного тролля, ни одного. Хотя на очень многих трансляциях, куда я захожу, послушать спикера, ну там банят этих троллей регулярно, ну минимум три точно будет. И тут вот у меня тоже попался один тролль, ну сразу же, сразу же блокируешь с этим, с этим нет проблем. Система банов невероятно удобная, причем мне в Перископе нравится то, что банить может не только сам спикер, но и любой, любой участник этой трансляции. Сейчас станет темно, потому что я заезжаю в тоннель. Ну все, теперь светло. Вот он, тот магазин, в который я очень люблю ходить, где есть кассы самообслуживания. Вот сюда-то я и пойду. Пока моя семья ждет меня дома, прогуляюсь по магазину продуктовому. Магазин снимать не буду, здесь ничего интересного со съемки. Так, на улице уже темнеет, я наконец-таки добралась к дому. Теперь, теперь бегом домой для того, чтобы зарядить телефон. У меня через полтора часа уже трансляция в Перископе. Уже вечер, и я наконец-таки добралась домой. Припарковали машину, я отвозила на гимнастику у младшую дочь, у нее сегодня была тренировка. И так как я ничего толком не успевала, то пришлось мне сегодня трансляцию Перископ запустить прямо в машине. Ну вообще удивительно, совершенно. В машине вела трансляцию Перископа. Очень оригинально. Зато очень мило и душевно поговорили с флешмобовцами. Ну такие замечательные участники флешмоба, что выходить с ними навстречу просто огромное удовольствие и огромный приток энергии. Так, а сейчас мы идем домой вместе с Аннюшкой. Анника, тебя не видно в кадре. Но она не любит подать в кадр. Вот она убегает. Очень быстро убегает. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, что провели этот день со мной. Жду вас снова на моем канале. Надеюсь, вам было интересно. Все. И всего вам доброго. Пока. Пока. Пока!